Снова здравствуйте дорогие друзья, с вами я Алексей, вы смотрите летсплей по игре Don't Starve И что я могу сказать, дело в том, что я так подумал, я довольно давно в эту игру не играл, ну как, несколько дней не играл И я подумал, что на самом-то деле я могу продолжать играть в этом мире, но я не хочу этого делать Дело в том, что судя из того, что мы прошли, я решил, что во-первых, настройки мира не подходят к моей игре То есть я не хочу играть в этом мире, потому что в нем не такие настройки, какие я хочу, чтобы были То есть, например, здесь слишком много домиков свиней Из-за этого свиньи постоянно возле этих домиков спавнятся После чего они убивают бифала, когда нападают на них, то есть в эти, в полноуние И, в общем-то, бифала уничтожаются Во-вторых, здесь слишком мало шахматных фигур То есть, в принципе, мне бы хотелось иметь больше шахматных фигур в начале В принципе, да, это немножко читерно, возможно, было бы Но я их в следующий раз, когда буду начинать мир, поставлю больше, немного Тем не менее, их все равно нужно уметь убить То есть, это не так легко Ну, с бифала я не прогадал, бифала так и должно быть То есть, они должны быть везде понемножку И их должно быть множко Также, что самое главное мне не понравилось, так это то, что слишком много гонщик То есть, да, мы можем от них отбиваться Но это геморно, это очень-очень геморно Их слишком много То есть, я понимаю эффект неожиданности Когда на тебя пять гонщик налетает И ты от них куда-то сваливаешь Но другое дело Когда ты, короче На тебя десять гонщик нападает И ты бежишь И, короче, они уничтожают всех бифала и так далее То есть, я не хочу, чтобы у меня, в конце концов, закончились бифала и вообще Плюс, мне этот персонаж не нравится Но если персонажа мы можем изменить Просто сделав портал в другой мир Чем мы сейчас и займемся Несмотря на то, что я собираюсь сделать новый мир Дело в том, что когда ты перевыбираешь мир То есть, нужно построить портал Построить его нужно здесь И строится он из некоторых вещей Которые, вот, например, одна здесь лежит Я уже знаю, я их видел, но не подбирал До этого времени Но мы скоро подберем Также, по-моему, где-то здесь лежит одна Вот здесь вот одна Насколько я помню И еще где-то одна Но где последняя? По-моему, вот здесь, да, вот здесь Еще одна И это прикольно, в принципе, так И мы займемся, я думаю, как раз этим То есть, мы будем собирать эти вещи Ну и, собственно, все То, чем мы будем заниматься Да, конечно, я понимаю Мы только начали разведывать подземные Там, подземелья и так далее Но, поверьте, то есть, в принципе Что еще? Ну, да, в принципе, в этом плане все Еще пчел, но пчелы на самом-то деле Нам не сильно мешают Да, это такой труднопреодолимый барьер Но, во-первых, он не непреодолимый А, во-вторых, по сути, это часть генерации Если уменьшить количество пчел То у нас и пасек будет меньше То есть, например, здесь не будут пасеки создаваться Здесь где-то не будут пасеки создаваться А это уже очень-очень плохо Кстати, здесь, по-моему, были пасеки с пчелами Но они куда-то исчезли И это фигу, потому что я просрал себе несколько ульев Вот так вот Вот такие, кстати, тоже генерации Мне нравятся, в принципе Источник гонщик без всяких там проблем То есть, можно фармить гонщик дополнительно Также, что еще мне не понравилось Это, ну, не понравилось А фактически это нарушает немного баланс игры Это то, что у нас короткие лето и зима Во-первых, мне написали люди Что они хотят увидеть, как я побольше в зиму выживаю Побольше в лето И, по сути-то, это не так уж и сложно Ну, я чувствую себя читером То, что я их сделал меньше, чем обычно Осень я оставлю большой Потому что в начале Первая осень особенно она нужна А во-вторых, в принципе, вообще осень Самое такое Время передышки Можно будет в него отдыхать Что еще значит Осень-зима Ну, да, тут в принципе все, я думаю У нас весна заканчивается То есть, скоро будет лето А лето это плохо Поэтому нам нужно что-то делать Нам нужно побыстрее собирать все эти штуки Иначе придется до осени ждать, что ли А я не хочу ждать до осени В общем, нам нужны четыре вещи Это одна здесь Раз вещь Потом Два вещь Где-то здесь я сто процентов помню Она где-то здесь была, эта коробочка Или вот здесь Ну, в общем, да, где-то тут Два Значит Три Вот это вот картофелина И Четыре вот здесь С этой будет Сложнее всего В принципе Кстати, здесь много ульев Можно было бы их тут пофармить Но я еще планировал Пчелу этих уничтожать Потому что их просто необходимо уничтожать У меня даже был план, как их уничтожить Но Я передумал Потому что Теперь мне нет смысла в этом Также я не буду собирать С этого мира пожитки свои Потому что Фактически Это такой у нас будет импровизированный конец Я на ютубе не особо-то видел Этих Ну, я вообще не особо-то видел Но я не видел ни одного ролика Где игрок, собственно, переходил Из одного мира в другой Обычно все начиналось одним миром И заканчивалось этим же миром Когда он умирал Или же Ему надоедало все Просто играть И он Запивал на игру Но Я именно покажу Как мы перейдем А уже со следующего мира То есть Мы будем Играть до упора Будем развиваться Экспериментировать Там Прикалываться И так далее И так Давайте же продолжим А то Видите, я как читерю Читер я Так Берем, значит, пироги Ну, пироги Это замечательно Спитая Особенно Так Берем, пожалуй, мясо Потому что оно скоро пропадет Если мы его не используем Как-нибудь Тем более Его четыре штуки Ужас-то какой А так Видите Оно повялится И будет у него опять Полная Полный запас здоровья Здоровья у мяса Это, конечно, только парадим Может такое придумать Так или иначе Нам бы пригодился Зонтик Возможно Эндотермический костер Но я не знаю Если честно 126-й день У нас уже идет Не знаю Не знаю Берем, значит, вот это На эндотермический костер На всякий случай Берем Камень, значит Пригодится Вот это вот Ну, у нас, по-моему, есть там Лампочки Поэтому мы добавим В них топливо В эту каску Здесь мы Не будем ничего трогать Пока что Хотя давайте Просто соберем Питаю Но больше ничего С ней не будем делать По сути-то Потому что Это нам не нужно Так Пробелом легче Даже все это делать В принципе Просто скоро лето А с летом Мы ничего не сможем сделать Так А где наши еще Всякие ништяки Так Здоровье у меня полное Ну А Зачем я его применил Случайно, наверное Так А че У меня нету Палочек А Да, точно Мешок А че Это у меня его не было Ладно Следующим днем Пойдем Куда-нибудь Вдвоем Вдвоем А И тут все равно Нету Видите веток Кстати Летом Вот это вот Все у нас пропадет То есть Усохнет Так же Я мог бы Здесь мед Пособирать Ну Не знаю Как-то неохота Все-таки Мы планируем Скоро свалить Вот видите Какие грибы Замечательные Просто Так Значит Че мы еще Собираем Давайте Палочки Пригодятся Чай Пригодятся Палочки Так Так Последняя ночь У нас здесь Проведенная Будет Эндотермический Костер Я думаю Пока что Рано Делать А ночью Мы короче Будем готовить У нас Эти Ну Вы поняли Кого мы будем Готовить Питайки Будем готовить Главное Чтобы Главное Чтобы Главное Чтобы Факелы Были Так Немножко Давайте Добавим Грибы Ну Грибы Мы пожарить Всегда Успеем Мы Так Хотя Стоило бы Кстати Пожарить Вот такой Гриб Например И Сахавать Его Вот Это Значит Сюда Конфеты У нас Кстати Тоже Вполне Себе Годные Так У нас Уже Одна Питая Здесь Есть Это Хорошо Так Стоп А где Я не туда Его засуну Ну Ладно Питайки В общем Мы будем Готовить Просто Бешено Ведь Они Нам Не Пригодятся Но Я Не Рискну В принципе Все Тратить За Сегодняшний День Кстати Этот Скалистый Дерн Так Как Мы Не Собираемся Себе Ничего Дополнять Он Нам Не Пригодится Поэтому Давайте Его Тоже Потратим Немножко Хотя Он И Довольно Ценный По крайней Мере Ценей Остального Дерна Так Давайте Пока Сюда Положим Наши Пирожки Так Питайка И вот Эта Вот Фигня Еще Не Готово Еще Питайка И вот Эта Фигня Ветки Поднимем Пожалуй И тут Где-то Гриб Да Синий Гриб Синий Гриб Синий Гриб Синий Гриб Ты Нам Помогаешь Так Конфетки Тоже Можно Будет Собой Взять Если Честно Как И Грибы Зеленые Так Еще Один Пирог Ну Это Пусть Будет У Нас Уже В Принципе Давайте Заберем Все Пироги Лампочки Забьем На них Ириски Грибы Обычные И Че Еще Еще Один Вот Этот И Сами Питайки Пусть Будут Вот Сюда И Ждем Рассвета Чтобы Свалить Отсюда За Всякими Ништяками Так И Молот Пожалуй Бросим Молот Нам Не Пригодится Я Надеюсь Потому Что Если Он Нам Пригодится То Это Будет Не Очень Хорошо Так Не Успели Ну Как Так Не Успели Так Смотрим Ну Глаза Бежать Мы Пожалуй Соизволим Потому Что Собирать То Что Там Находится За Ними У Меня Нет Никакого Желания И Тут Нас Интересует Этот Рычаг Это Первая Часть Из Четырех Для Портала Потом Нужно Коробку Таинственную Найти Где Нибудь Кстати У нас В Честере Это Тоже Место Есть То Можно Будет В него Загрузить Но Честера Мы С собой Новый Мир Не Можем Забрать А Вот То Что В Инвентаре И То Что В Рюкзаке Мы Вполне Себе Можем Забрать Смотрите Видите Вот Заяц Умер Ночью И С него Выпала Морковка И плюс Еще Пушистые Хвостики А Это Как Вы Знаете Очень И Очень Неплохо То Есть Фактически Мы Могли Сделать Огромную Ферму Зайцев Которые Ночью Бы Нас Защищали Так Берем Значит Здесь Вот Эту Фигню И Насчет Копья У Нас Вообще Есть Копье У Нас Как То И Нет Копья А Почему У Нас Его Нет Будет Значит Так Я там Посмотрел Че Хрень Какая Творится Так Или Иначе Нам Куда Еще Надо Нам Да Вот Два Мы Уже Собрали Нам Теперь Нужно Сюда А Сюда Мы Можем Попасть Через Червоточину Я Думаю Это Самый Близкий Путь Тем Более Что У Нас О Смотрите Тут Гончу Убили А Откуда Она Здесь Взялась Я Не Понял А По Моему Мы В Прошлой Серии Как Раз Удирали От Гончих Вот Я Ну Ой Красножопые Пчелы Смотрите Они Свиней Бодают Вот Это Я Понимаю Круто А Потом Мы Можем Пойти И Пособирать Мясо Кстати Пчелы Это Неплохой Способ Фармить Свиней По Крайней Мере Весной Так Тут Мы Получили Значит И Побежали Самое Прикольное Что Мы Перенесемся Сразу С тростью Ой Блин Бифово Красножопые Это Нехорошо Попробуем Пробежать Здесь Хотя Ну Бифово Вообще Красножопые Это Неплохо Это Совсем Неплохо Потому Что Убежать От них Можно Запросто Даже Без Трости Но При этом То Что Они Красножопые Это Значит Что В будущем Их Будет Больше Бифово Это Больше Защиты Больше Мяса В общем Это Процветание Поэтому Иногда Нужно Поступить Со Своими Интересами Ради Своих Интересов В будущем И Также Общих Интересов То есть Сотрудничать С Бифово Надо Вот Треть Третья Часть Портала Как Вы Видите Осталась Еще Одна Часть И Потом Нужно Будет Прибежать Собственно К самому Порталу Так Давайте Похаваем Вот Это Вот Говна У Нас Никаких Проблем С Нем Нет И Вопрос Если Мы Сюда Прыгнем То Мы Перенесемся Вот Сюда И Отсюда Довольно Таки Быстро Можно Прибежать Туда Куда Нам Нужно Поэтому Я Думаю Я Так И Сделаю То Есть Прыгнем Мы В Эту Червоточину И Эта Серия Будет Даже Короткой Потому Что Я Настолько Уже Не Нуб Что Могу Это Делать Как Настоящий Про Ну То Есть В Том Плане Что Я Могу Спланировать Куда Нужно Бежать Что Надо Делать И Так Далее Чтобы Достичь Своей цели Это Признак Как раз Того Что Ты Уже Не Нубила А Такой Себе Про Настоящий Кстати А тут Ну Тут Нету Пчел Вот Еще Одна Часть Портала Да Обычно Здесь Должны Быть Пчелы Это Ж Такой Биом Хотя Это Не Совсем Такой Биом Какой Он Должен Был Быть Так Или Иначе Весна Это Неплохое Время Как раз Для Путешествий Таких Вот Какими Мы Их Видим И Давайте Подготовим Что Ли Костер Я Не Уверен Давайте Не Спешить А Спокойненько Где Нибудь Здесь Переночуем Погреемся А Через Эти Побежим Через Ульи Уже Следующим Утром Так Давайте Вот Здесь Переночуем Тут Кстати Грибочки Есть Это Замечательно Хотя Не Уверен Что Они Мне Нужны Видите Сколько У меня Грибов Я Их Поджарю У меня Также Дерны Есть Чтобы Затопить Их Зараза Мне же Еще Нужно Будет Разобраться С теми Кто Там Живет Рядом С Порталом Это Конечно Проблемка Как Мне С ними Разобраться И Я Мясо С собой Не Взял Я А Нет Свиньи Не Прокатят Полюбе То есть Мне же Нужно Получить Доступ Собственно К Порталу Это Знаете Ли Не Такая Легкая Задача Что У меня Тут В этом Есть Что Честеры Отто Фон Честерфилд Его Зовут Кого Бы Мне На Этих Шахмат Натравить Влажный Честер О У Меня Есть У Меня Есть Но Блин Это Ничего Не Значит Что У Меня Есть Я А Вот Где Мои Палочки И Вся Остальная Фигня Ну С одной Стороны Это Неплохо Что У меня Это Есть Но С другой Стороны Это Очень Даже Плохо Так Влажное Топливо А Че Оно А Оно Влажное Потому Что Оно Здесь А Видите Здесь Ничего Не Влажное Как И В Честере То На Панельке На Это Лучше Ничего Не Держать Что Может Увлажниться Так Ну Давайте Что Лис Крафтим Топорик Тогда И Попробуем Чего Нибудь Здесь Порубить И Я Боюсь Что Нам Будет Жопа Сейчас Какие Нибудь Руки Появятся И Будет Как Я Сказал Жопа Мне Это Не Нравится Совсем Так Все Видите Глаза Исчезли Значит Хорошо Так Нужен Нужно Топливо Ну Допустим Ферзя Я Как То Смогу Убить Солона То Ну Не Важно Слон Ферзь Это Одна И Та Ж Шахматная Фигура При Помощи Ладьи Но Как Я Буду Убивать Саму Ладью Я Не Знаю Если Честно То Есть Мне Нужно Будет Где Там Обосноваться На Довольно Такие Длительный Срок Это Значит Что Нужно Готовиться К Этому Хорошо Если Там Будут Свиньи Где То И Можно Будет Их Натравить Но Я Почему То В Этому Сомневаюсь Поэтому В общем То Готовим Жопу И Побежим Сейчас Побежали 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 Через Белом Пчел Забавно Здесь Еще И Умудряются Эти Выживать Так На Ты И На Ты И Побежали Короче Здесь Сквозь Пчелину Араву И Тут Смотрите Бифово Даже Выживают Как Они Там Умудряются Выживать Я Даже Не Представляю Ну Надеюсь Свиньи Тоже Как Нибудь Выживут Так Этот Бифово Еще Маленький Это Замечательно И Давайте Посмотрим Если Здесь Еще Свин Нам Нужно Свинов Натравить Вы Поняли На Кого Да На Тебе Еще Еду Да Ты Молодец Где Там Еще Свин Они Там У Нас Остались Или Не Остались И Нам Нужно Всех Уничтожить Здесь Давай На Слона Беги Так Атакуй Одну Свиню Сразу Завалили Смотрите Как Это Фигово Довольно Так Так Ну Что Мне Делать Я Не Знаю Я Сам Не Хочу Воевать Совсем Не Хочу Совсем Никак Совсем Совсем Никак Значит Мне Нужно Еще Свиней Где Найти Или Бифов Или Кого То Кто В общем То Сможет Завалить Так Тут Бифовы Размножаются Забавно Что Он Как Б Один Размножается Хотя Здесь Уже То Есть Прошло Очень Много Времени С тех Пор Как Я Живу В этом Мире То Здесь Должно Было Быть Уже Стадо Целое А Не Один Бифов Так Вот Я Нашел Я Нашел Я Нашел Ням Ням Замечательно Так Ты Куда Бежишь Давай Вот Это Ну Во-первых Мяско Заберем Во-вторых Что Нам Еще Нужно Нам Нужно Где-то Здесь Базу Сделать И Постараться Не Умереть Естественно Постараться Не Умереть Это Конечно Самое Важное Что Нам Надо Сделать Так Ну Отто Фанчестерфилд Слушай Ты Чувак Друг Я Тебе Сейчас Дам Друг Вы Все Умрете Хотя Быть Это Убейте Есть Убили Одного Теперь Ферзя Ой Бедный Честер Конечно Честер Как танк Это Неплохо Но Блин Слишком Это Жестоко Для Него И Ладья Зараза Никуда Не Убегает Ну То Есть От Своего Места Традиционного Так Давайте Попробуем Как Острище Здесь Замутить Замутили В общем То Кострыще И Попробуем Чего Нибудь Здесь Пообследовать Нам Нужно Угандошить Всех Тех Мажоров Которые Там Живут Блин Надо Было Холодильник Сделать И Не Ставить Его Там А Принести Его Сюда Тогда Бы У Нас Вот Эти Конфетки Сохранились И Так Далее Я Просто Забыл Что Здесь Нужно Иметь Особый Подход Что Же Мне Делать В Принципе Можно Затанковать Этим Честером В Нем Тут Ничего Важного Нету В Принципе Также Можно Было Бы Бифолов Туда Заманить Но Тут Взрослых Бифолов Нету К Сожалению Очень Нехорошо Очень И Очень Нехорошо Да Как только Я Экипирую Эту Броню То У Меня Падает Мой Этот В общем Я Не Закончу Эту Серию Пока Я Не Сделаю То Что Я Собирался То Есть Не Соберу Портал Не Не Свалю С Этого Мира Потому Что Слишком Долго У Нас Ну Блин Ну Как Мне Что Ночью Их Убивать Это Дерьмо Какое Это Так На Так Пирог Из Питайки Так Вот Это Давно Пора Скушать Так У меня И Еда Закончится А Я Жене Запас Ничем То Есть Видите Я Я Все Свои Планы Рушу Таким Образом Находя Здесь У меня Еда Портится И все Что Я Накопил И Так Камень Грелка Кстати Он Нам Не Понадобится В Принципе Если Все Будет Как Я Планирую Он Нужен Как Раз Таки Летом Чтобы Не Нагреться Слишком Сильно Как Это Не Странно Да Да Уж Честер Честер Скоро Тебе Хана Будет Может Мне Попробовать Еще Одну Броню Сделать Деревянную Или Как Мне Вообще С Ними Справиться Ну Ладно Попробуем Блин Эти Шахматные Фигуры Это Еще То Дерьмо Ну Я Мог Бы Так Поисследовать Попытаться Давай Быстрее Ну Что За Ночь Такая Длинная Кстати Честер Очень Неплохо Танкует Ладью Но Нужно Еще Этого Слона Убить Ладья Ведь Не Единственная Вот В чем Прикол Так Побежали А Тут Есть Взрослый Бифало И Давайте Попробуем Его Танкануть Ой Короче Бифало Пойдем О Боже По Мне Офигарит Так Хорошо Что У меня Есть Вот Этого Штука О Ладья Ладья Спасла Нас Смотрите От Этого И Маленький Бифалято Смотрите Там Есть Вот Это Я Разрулил Вот Это Я Блин Мастер Разруливания Есть Тут Еще Бифалы Хотя Лучше Лучше Их Туда Не Приводить В Принципе То Ну С Ладьей Мы Как Небудь Возможно Справимся Слушай Ладья Иди Короче К Бифалам Че Ты На Бифала Что Ли Не Агришься Смотрите Сколько Шестеренок Мы Здесь Зафармили Ну Как Ты Там Ладья Все Тебя Убили Да Бифала Завалил Ладью Офигеть Просто Слов Нету Я Не Помню Как Так Нужно Так Так И Так И О Боже Вы Посмотрите Что Мы Получили Активировать Странную Платформу Это Это Просто Хаос Хаос И Тут У Нас Приключения Впереди Какие Нафиг Приключения Ваш Текущий Мир Будет Уничтожен Но Вы Сохраните Содержимое Своего Инвентаря Начнем Начинаем То есть Ну Давайте Посмотрим Как Это Все Выглядит Вот Нас Запирает Максвелл Смеется И Мы Открываем Вы Спаслись То есть Это Как Бы Победа То есть Если Вы Не Знаете Как Победить В Этой Игре То Это Типа Как Б Победа Но Вы Потом Опять Придется Вам Побеждать На Новом Уровне Хотя Уровень Не Будет Сложнее Предыдущего То есть Все Настройки Мира Будут Те Же Стопа Продолжить То есть Можно Так Просто Завершить Но Мы Продолжим Но Для Вид Продолжим То есть Я Не Буду Играть Все Равно Можно Выйти В Главное Меню Но Я Хочу Посмотреть Какие Нам Настройки Дадут В принципе Олик И все Такое И В принципе Вот Видите То есть Есть Только Выбор Персонажа И Я В следующем Ветсплей Буду Играть За Викер Ботом За Библиотекаря Потому Что Это Лучший Персонаж В игре Как Я Считаю В принципе Я Б Ну У меня Не Разблокирован Максвелл Он Третий В принципе Я Мог Б Еще За Эту Девку Поиграть Но Я Не Люблю Воевать Поэтому Я За Нее По Любому Не И Четвертое Место У Меня В Топе Возможно Вы Видели Ролик Уже А Возможно И Не Увидите Его Возможно Увидите В будущем А возможно Уже Увидели Как Я Сказал Топ Персонажей Для Игры Этого Дон Старва И Вот Эта Девочка Она На Четвертом Месте Вот Это На Первом Месте Библиотека Ша Вот Этот На Третьем Месте А Это На Втором То Есть Принципе Вот Эта Девка Ну Она Крутая Но Она Крутая Для Войны А Я Не Люблю Воевать Я Люблю Я В общем Хороший Я Люблю Воевать Чужими Руками Такой Себе Офицер Генерал Зачем Самому Умирать Если Можно Например Бифова Привести И он Все Сделает За Тебя Так Вот Вот Она Наша Уикер Ботом И Давайте Типа Начнем Новый Мир Но Естественно Это Будет Мы Закончим На этом Серию Якобы Потом Мы будем Создавать Уже Новый Мир Реально Новый А не Такой Лезем В бороду Вилсона Создаем Пафос Эй Дамочка У тебя Так Какой-то Нездоровый Вид Неплохо Быть Тебе Найти Какой-нибудь Еды Пока Не Наступила Ночь Ну Это Традиционная Лексика И Видите Мы Сохранили Все Что Мы С собой Взяли И Вот Видите Пепел От Костеглаза То есть Фактически Мы Забыли Его Выложить То есть Вот Так Вот Вы Можете Каких-то Ценных Вещей Крутую Броню С собой Взять Новый Мир И Ладно Вот Так И Вот Так Вот Сделаем Моз Ей Надо Пополнять Так Вот То есть Как Вы Видите Это Такая Довольно Прикольная Дамочка Но В принципе Так Как я Сказал Мы Не Будем Здесь Играть И Умирать Я Не Знаю Умирать Не Умирать Давайте Умрем Не Знаю От Кого Чарли Ну Потому Что Мы Не Будем Играть Мне Не Понравились Эти Настройки Которые Здесь А Хочу От Свина Умереть Это Было Бы Круто А Кстати Я Могу Выйти И Показать Вам И Так Вот Смотрите Видите Появилась Приставка 2 То есть 2 1 И Можно Его Удалить Я Даже Не Буду Умирать Просто Удалю Этот Мир Будем Начинать Новый Так Вот Будет 2 1 Потом Если Вы Опять Прыгнете Опять Выберите Следующий Мир Создать То Будет 3 1 И Так Далее Только Я Не Понимаю Почему 1 А То Есть Мир Номер Именно Здесь Его 1 Ну Так Или Иначе Как Вы Видите То Есть Вот Так И Вот Дела Вот Так Вот Это Все Отображается Всем Спасибо За Просмотр Поставьте Лайк За То Что Мы Прошли Игру Фактически А Оказалось Что Пройти Е Довольно Так Легко И Здесь Смысл Как Раз Сам Выживаний А Найти Там Чего Небудь И Пройти Игру Это Вообще Фигня Так Что Всем Спасибо Всем Пока Пока